Дорогие налогоплательщики, я Евгений Севков, ваш верный налоговый консультант, вновь с вами на нашем информационном канале Налоговая Балайка. Сегодня на повестке дня несколько интересных кейсов от самого Федеральной Налоговой Службы, где суды подтвердили случай получения необоснованной налоговой выгоды путем формального разделения бизнеса. Готовы? Начинаем! Верховный суд Российской Федерации вынес несколько очень интересных решений, на которые обязательно стоит обратить внимание. Первое – это расширение бизнеса. Уважаемые предприниматели, помните, создавать новые юридические лица при расширении бизнеса – это дело очень серьезное. Если ваша деятельность единая и цель разделения исключительно налоговое преимущество, то суд с вами не согласится. Вынесенный вердикт судами гласит о том, что этот подход к работе не пройдет. Второе – это искусственное выделение части бизнеса. Если вы решили выделить часть своего бизнеса и передать его подконтрольному лицу на специальном налоговом режиме, то будьте осторожны. Суд признает такие действия необоснованными. В этой игре нужно быть честным игроком. Третье – это взаимозависимость участников. Когда участники бизнеса влияют на результаты работы друг друга, это называется дроблением бизнеса, оказывается. Но и здесь есть подволок. Взаимозависимость можно признать не только по тем основаниям, что прописано в Налоговом кодексе Российской Федерации, но и по другим, которые решит или установит в суд. Поэтому следите за своими шагами. Четвертое – единый производственный процесс. Искусственное разделение единого производственного процесса между налогоплательщиком и взаимозависимым лицом также не пройдет. Налоговая выгода в таком случае будет признана необоснованной. Единство – залог успеха, но не в этом случае. И последнее – семейный бизнес. Ведение бизнеса членами одной семьи само по себе не является дроблением. Но, однако, формальное вовлечение членов семьи для налоговой экономии – это уже не правомерно. Так что, если собираетесь включить в бизнес всю семью, делайте честно и прозрачно. Как всегда, ссылку на нормативные документы вы найдете под этим видео. Но на этом пока все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Налоговая баловайка», чтобы всегда быть в курсе самых актуальных налоговых новостей. Оставайтесь на связи и помните – в мире налогов главное не только знание законов, но и умение их правильно применять. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok